На предыдущем степе мы работали с псевдо-хаскелем, программируя немножко нечестные функции. Давайте теперь, поняв, как внутри устроена монада I.O., попытаемся попрограммировать внутри этой монады. Решим две задачи. Первая задача — как построить функцию getLine через primitive getChar. И вторая задача — как построить функцию обратную putStr, выводящую строку на консоль, имея примитив putChar. То есть, имея примитивы, которые работают с символами, считывают символ с консоли или записывают символ на консоль, мы попытаемся построить функции, которые работают со строками, то есть со списками символов. Первое, что нам нужно, нам нужно построить функцию getLine. Функция getLine существует в стандартной библиотеке языка Haskell, поэтому мы пишем функцию getLineString. Примитивом, с которым мы будем работать, он нам дан, он присутствует в стандартной библиотеке и выполняет некоторое примитивное действие I.O. getChar функция имеет тип I.O.Char. То есть, это некоторое значение символьного типа, упакованное в контейнер I.O. Оно возвращает нам при монадическом вычислении тот символ, который пользователь нажал на клавиатуре. Ну, как нам построить функцию getLine? Очевидно, с помощью рекурсии. Давайте посмотрим на возможную реализацию функции getLine. Во-первых, мы запускаем монадическое вычисление с помощью do и вызываем функцию getChar. Функция getChar возвращает нам введенный пользователем символ, упакованный в контейнер I.O. Внутри монадического вычисления мы можем вынимать с помощью стандартной процедуры символ из этого контейнера. Вот мы вынимаем символ и связываем его с c. Дальше мы осуществляем проверку. Функция getLine возвращает нам строку. Строка кончается символом новой строки. Поэтому мы проверяем. Если у нас наш символ – это символ новой строки, это значит, что мы должны завершить нашу программу и вернуть просто пустую строку. То есть getLine из символа, состоящего из одного символа новой строки. Фактически это происходит в консоли, когда мы нажимаем Enter – введение символа новой строки. Возвращается пустая строка. Второй случай. Если наш символ не является символом новой строки, то мы должны выполнить несколько действий. Мы здесь пишем do – запускаем анодическое вычисление. Вообще говоря, возвращаемым типом должен быть ioString, то есть io – список символов типа char. Вот эта инструкция подходит. Но инструкция, которая здесь стоит, тоже должна иметь тип ioString, io – список символов типа char. Для того, чтобы это сделать, если мы хотим выполнить не одну инструкцию, а несколько, мы должны опять запустить монадическое вычисление. Тогда мы опять оказываемся в монаде io. То есть такой синтаксис повторного do в Haskell встречается довольно часто. Если мы в конструкции if, then, else можем ложиться в одну строку, нам символ do писать, нам инструкцию do писать не надо. Если уже у нас многострочное вычисление, даже в той же самой монаде, в которой у нас запускался первый do, тем не менее нам нужно запустить опять do и это самое вычисление. Альтернативным способом, конечно, служат связывания с помощью return и binder. То есть мы можем не писать эту строчку в do нотации. Но поскольку здесь нам нужно полноценное вычисление в монаде io, то нам каким-то способом это нужно обеспечить. Ну, возвращаемся теперь к кодированию. Что происходит в этом случае, если наш символ не является символом новой строки? Это значит, что строка не закончилась, и мы рекурсивно вызываем нашу функцию getLineString, которая прочитает нам всю оставшуюся строку. Но функция getLineString возвращает нам уже список символов. Поэтому мы связываем этот список CS, и мы к этому моменту имеем следующее. Мы имеем символ CS, с которого наша строка началась, и CS, вся оставшаяся строка. Что мы должны сделать? Мы должны собрать список, поместив C в начало, CS в хвост, и дальше, поскольку мы находимся в монаде io, нам нужно этот список упаковать в монаду io. Поэтому мы пишем return, который в данном случае обозначает упаковку в целевую монаду. Вот таким образом мы можем написать функцию getLineString. Давайте посмотрим, что она действительно работает. Она не принимает никаких аргументов. Теперь она ожидает от нас ввода. Мы вводим туда какую-нибудь строку. Ну, давайте вводим такую строку. Это ожидание ввода. Когда мы нажмем enter, введя символ новой строки, то наш ввод произойдет, и наша функция getLineString, как и ожидалось, вернет нам в точности ту строку, которую мы ввели с консоли. Давайте теперь посмотрим, каким образом мы можем реализовать обратную функцию. Функцию, которая выводит какие-то значения на консоль. Примитивом, через которую мы будем выражать вывод на консоль строки, будет служить функция вывода на консоль символа. Функция putChar. Функция putChar имеет следующий тип. Она принимает аргумент символьного типа, выводит ее на консоль. Ну, а возвращаемым значением, поскольку вычисление происходит в монаде.io, мы занимаемся вводом-выводом, служит монада.io, в которой лежит единичный тип, маркируя тем самым, что возвращаемое значение нас не интересует. То есть от этой функции мы ожидаем ничто, она вернет что-то интересное, а то, что она просто выведет что-то на консоль. А в программе она ничего интересного возвращать не должна, именно поэтому у нее такой тип. Ну, кстати говоря, тип функции putStra будет выглядеть точно так же. Возвращаться должен вот этот вот тип, а в качестве аргумента мы передаем стринг, то есть список символов типа char. Ну, давайте посмотрим на реализацию. Неудивительно, что и в этом случае у нас применяется рекурсия. Функция putStra' выглядит следующим образом. Первое. Если мы передали в качестве аргумента этой функции пустой список, то есть пустую строку, то эта функция ничего не должна делать, она возвращает нам просто-напросто то, что всегда должна возвращать, единичный тип, упакованный в монаду ИО. И больше ничего не делает. А в случае же, если список переданный не пустой, то есть наша строка содержит какие-то символы, мы пользуемся сопоставлением с образцом, отрываем первый символ и связываем его с X, хвост связываем с XS и выполняем следующие последовательные действия в монаде ИО. Символом X выполняем putChar, то есть выводим этот символ на консоль, а дальше с помощью оператора монадического связывания, но его поверхностной версии, которая никакой информации отсюда сюда не передает, ну действительно, какая информация у нас может храниться в единичном типе? Никакой. Она вызывает рекурсивно нашу функцию, которую мы определяем на хвосте строки. То есть у нас последовательно при раскрутке этой рекурсии будут выполняться выводы символов первого в нашем списке, потом следующего, следующего, следующего списка, и в конце, когда у нас список опустеет, строка наша опустеет, у нас просто возвратится то, что наша функция должна возвратить. Вот такая реализация функции putStra. Мы можем ее протестировать, предложив вывести на консоль какую-то строку. Ну давайте выведем строку ABC. Вот мы видим, что наша строка ABC выводится на консоль. Вот перед нами этот вывод на консоли строки ABC. И поскольку мы в нее не добавили никакой символа новой строки, то у нас она налезла на наше приглашение вывода. То есть символ новой строки после вывода нет. Функция putStra.ln, с которой мы имели дело, отличается от функции putStra тем, что она в конец вывода добавляет символ новой строки.